Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить вам доклад на тему экспрессии гена Копорина 3 у пациентов с раком мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря – это тяжелое инвалидизирующее заболевание, для которого не разработана активность системы выявления. Также рак мочевого пузыря – это полиэтилогическое заболевание. Механизм воздействия химических и биологических канцерогенов на стенку мочевого пузыря очевиден. Выделяясь с мочой, они контактируют со слизистой оболочкой. Факторами риска развития рака мочевого пузыря являются курение, профессиональная вредность, лекарственные препараты, а также радиация и наследственная предисположенность. Рак мочевого пузыря встречается в 4-5 раз чаще, чем у мужчин, чаще, чем у женщин. И составляет от 1,5 до 3% от общего числа локачественных опухолей. Также составляет от 30 до 50% от общего количества опухолей мочевополовой системы. Чаще всего встречается в возрасте от 40 до 60 лет. Диагностика в настоящее время основана в основном на инструментальных методах исследования, а молекулярная диагностика разработана слабо. Известно, что аквапорины – это группа различных клеточных мембранных белков, которые образуют водные каналы в клетках. Существует 13 типов аквапоринов у животных, которые делятся на два подтипа. Первый – это которые транспортируют только воду, и те, которые могут проводить и глицерол, и мочевину. Аквапорин-3 – это один из наиболее распространенных в уротеле и принимает участие в модификации объема мочи и образовании ее конечного состава. В литературе показана важная роль аквапоринов в канцерогенезе. Экспрессия белка аквапорина-3 в тканях уритериальной карциномы была проанализирована в одной из выборок пациентов из Германии. Целью нашего исследования было изучение особенностей транскрипционной активности гена аквапорин-3 в неопластических и интактных тканях мочевого пузыря. Материалами для исследования послужили свежие образцы тканей 39% с уритериальной карциномой после радикальной цисоктокомии и трансуритальной резекции. Последовательность анализа – это стандартные методы. В результате мы получили, что на нашей выборке пациентов с раком мочевого пузыря было показано, что экспрессия микро-РНК гена аквапорин-3 в тканях карциномы и интактной ткани мочевого пузыря была значительно ниже в образцах опухолевой ткани, чем в интактных. В литературе описана экспрессия аквапорина-3 в различных опухолях. При раке легкого, поджелудочной железы, тонкого кишечника наблюдалось повышение уровня аквапорина-3. Также показано снижение уровня транскриптов гена аквапорина-3 в клетках линии рака мочевого пузыря. Уровень экспрессии белка оказался снижен или отсутствовал при иммуногистохимическом анализе в тканях опухолей у пациентов с более тяжелым течением рака мочевого пузыря. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что экспрессия аквапорина-3 значительно ниже в опухолевой ткани мочевого пузыря, чем в интактной. Также необходимо расширение выборки пациентов, оценка уровня продукции белка аквапорина-3 в опухолевой ткани и интактной ткани мочевого пузыря. Также анализ уровня микро-РНК и белка аквапорина-3 у пациентов с различными клиническими вариантами рака мочевого пузыря. Также показатель уровня экспрессии аквапорина-3 при дальнейшем исследовании может послужить нам для улучшения ранней диагностики и прогнозирования рецидива рака мочевого пузыря. Также для подбора эффективной терапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...